Здравствуйте, зрители YouTube! Те из вас, кто записывал видео с помощью камер Sony, замечали, что камера длительное видео разбивает на фрагменты примерно по 2 гигабайта. Это связано с тем, что камера использует файловую систему FAT32, в которой есть ограничения на размер файлов. В итоге мы получаем несколько файлов. Когда мы начинаем монтировать эти файлы Final NoCut Pro, у нас получается такая вот проблема. У нас получается вот дырка по звуку. Видите, да? В файле. И когда мы монтируем, у нас происходит вот такая вот неприятная ситуация. Детки рассказывают стишок, получается дырка. Что делать? Есть такой способ склеить эти видеофрагменты. Точнее, два способа. Мы можем воспользоваться приложением от Sony Play Memories. Но это приложение громоздко и работает очень медленно. И если вы уже скопировали файлы на компьютер, то объединить файлы с помощью Sony Play Memories вы уже не сможете. На помощь нам придет программа TS-Muxer. Она работает под различными операционными системами, под Windows, под Linux и под MacOS. Заходим в поиск, находим TS-Muxer, скачиваем версию для Mac. Скачали версию для Mac, открываем, открыли в Finder и копируем в программу. И теперь открываем. Открываем в любом случае. Что мы видим? У нас есть вот такое вот окошко. Что нам нужно сделать? Нам сначала нужно добавить файл. Выбираем наш файл. Я его скопировал на SSD диск, чтобы было побыстрее. Открыли. А далее все последующие файлы нам нужно объединить. Нажимаем на кнопочку Join. И открываем следующий файл. Далее нам нужно выбрать формат видео, который будет понятно в программе Final Cut. Мы используем тип M2TS-Muxer. Выбрали. И дальше нажимаем на кнопочку Start Muxing. У нас проходит процесс. И процесс этот происходит довольно-таки быстро. Вы видите, что два файла размером по 2 гигабайта каждый. Перезаписывается довольно-таки быстро. Происходит склейка. При этом перекодирование не происходит. То есть качество исходного видео не ухудшается. Все, программа окончила свою работу. Нажимаем ОК. Закрываем программу нашу. Заходим в Final Cut. Создаем новый проект. Создали. Импортируем наш полученный файл. Он у нас находится на рабочем столе. Теперь мы берем наш файл, который мы получили на выходе. Перетаскиваем его на таймлайн. Открываем проекты. Открываем наш тест. Значит, теперь смотрим, как было. Изначально было вот так вот. А стало вот так. То есть видно, что дырки в звуковой дорожке нету. И рассинхронно по звуку нету. Надеюсь, это видео было вам полезно. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok